Друзья, всем привет! С вами Саша Гендер и Гоша Грибс и проект Первая Варка пивоварни Биарбрю. Сегодня у нас слепая дегустация двойных ИПА. И, наверное, не будем долго ждать, а сразу переходим к делу. Пробует Саша, Гоша за кадром. Правила, как обычно, простые. Три Дипа, пробуешь, пытаешься угадать, как минимум, производители, как максимум, сорт. Оставляешь их по категориям, говоришь, что тебе нравится, что не нравится. Потом удивляешься, когда узнаешь, что это было на самом деле. Ну, а денег они одинаково стоят все? Нет, очень по-разному. А есть двойные производители? То есть, производитель двух напитков? Нет, все разные. Ну, все, поедем. Да? Итак, Дипа, нам ради. Ну, а это не ЧБ? Нет, не ЧБ. То есть, такой насыщенный янтарь и очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень красный. Пахнет достаточно... Изначально вкусно пахло, но сейчас уже выбилась такая... дрожжевой запах на первое место, так мне немножко домашкой пахнет. Вот. Достаточно хмельной профиль, нету или очень мало остаточных сладких каких-то вещей, сахаров неизбраживаемых. Поэтому у нас напиток такой достаточно сухой. Ну, поскольку двойная ИПа, то, видимо, спирта тут не меньше семи с половиной, может быть, даже восемь с половиной. И он, в принципе, чувствуется, потому что достаточно жидковатая. То есть, горечи есть, спирт есть, а сладости практически нет. Ну, в принципе, сорт достаточно вариативный, можно ее как добавлять, так и нет. Попробуешь угадать производителя? Ну, или так, твоей версии просто накидай. Да нет, пока не буду. А то опять сейчас что-нибудь не так угадаю. В целом попадание в стиль есть? Ну, черт его знает, потому что ИПа все-таки на самом деле светлее. То есть, здесь однозначно иметь и очень насыщенно иметь в цвете. Хотя, именно если это Американ ИПа, или там двойная, то она подразумевает такой более светлый янтарь. Ну, пока только к этому. Достаточно вкус, достаточно неплохой, послевкусие достаточно неплохое. Давай я тебе второй несу тогда. Давай. Ну, тут тоже как-то запах не очень хмелевой, больше дрожжевой. И пахнет совсем, как бы, российским псевдокрафтом, крафте, не знаю, что-то такое. Потому что по запаху это прям очень сильно напоминает и шмеля в том числе. Ну, там все вместе, там шмель, волковская, ветер и все остальное. Ну, цвет, как видим, уже не такой темный. Ну, ты хотел светлее в первом напитке? Он ближе к ДИПа этот цвет, по-твоему, или? Ты че, кто знает. Ну, будем считать, что да. Ну, да. Спирту. Он кислее, он спирта... Нет, спирт вообще не ощущается. Но у хмеля в запахе не было. Изначально. То есть он такой солдовый. Солдовый ДИПа. Ну, их это и роднит, потому что в этом хмеле тоже особо не было. Ну, достаточно питки, более питки, чем первой. Ну, в силу того, что в нем нету таких именно компонентов, за которых я пью двойные ИПа. Это такая сладость, это такой бомбический хмель. Это такие... Ну, это и спирт тоже в том числе. Не из-за спирта, но спирт это такой побочный атрибут. Ну, все-таки двойное и двойное. Вот. Ну, хотя вот здесь вот хмель немножко раскрывается. Ну, примерно так же одинаково. Не сказал бы, что прям такие прям удачные. Какие-то примеры ДИПы. Мне кажется, может быть, они постоят сейчас, эти напитки, и чуть-чуть по-другому еще сыграют. Потом, когда все три будут на месте, потом их еще разочек сравнишь, да? Ну, вот это меньше похоже на ДИПу, чем первое. Я бы сказал, что это... Хорошо, на что больше похоже? Это даже на ИПу не похоже. На Крафте похоже, да? Да, на Крафте похоже, на ИПу это не похоже. Единственное, может быть, на английский стиль, но... Ну, они бы тогда Степанин, они бы назвали это Элем просто, наверное, каким-нибудь, да? Ну, да. А английский, все-таки, по-моему, подразумевает под собой горечь более сильную, чем здесь. Давай третью. Ну, давай третью. Ну, вот это уже выглядит, как самая такая прикольная, потому что, во-первых, у нее пенная шапка. Ну, может, я ее быстрее донес просто. Она есть. Не-не-не-не, ну, тут видно. Ну, и хмель тут есть. И он такой достаточно веселый. Ну, здравствуй, Редрам. Ты думаешь, это он? Пахнет так же. Цвет такой же. Пена абсолютно такая же. На вкус тоже самое все. Да, я думаю, это он. Не буду пока говорить, угадал ты или нет. Надо пока говорить. Ну, то, что он самый вкусный из всех трех, это даже говорить не стоит. Если тут ничего не было. Здесь очень хорошая плотность, такой более вязкий. Более ароматный. Да вкусный, черт возьми. Именно вот такой. Ну, тоже как двойные пары. По-моему, только I've Brew варит. Дипу. Такую красную. Потому что вся... Ну, тебя не смущает то, что оно еще темнее? Ты претензии предъявлял к первому напитку за то, что он съемный. А тут вообще нет. Смущает меня, смущает, потому что многие, не знаю, они, конечно, должны быть янтарные, но тут уже прям совсем это уже Red L и он, пускай он двойной, неважно, но это уже почти браун по цвету какой-то. Браун, нет, помнишь браун? Браун коричневый такой, да. Не, ну я к тому, что все-таки цветовая градация должна более посветлее быть тут. Расскажи нам, в какие места ты даешь каждому из напитков, почему? Ну, я с третьего места начну. Давай. Это вот этот образец, номер два. Так. Потому что, ну, ну, по запаху я там сразу как начал, я это такие вот псевдокрафтовые какие-то дела. Дела все. Потому что пахнет он, если честно, газировкой. Дюшесно. Ну, не дюшесно. Ну и, ну, чем пахнут все хамовники, чем пахнет все вот солодом, причем таким не очень, не очень качественным, не знаю. Второй напиток, который был под номером один. Второе место, да? Второе место, да. Он более интересный. Я бы даже сказал, что это может быть какое-то иноземное пиво. О, как. Потому что вот сейчас он постоял немножко, ну, они как бы оп постояли. Если в первом, как была вода водой, так и все осталось, то здесь как-то хмель. Ну, и видно, что оно все-таки погуще. Вот, если так поболтать, то это прям вот водится. А здесь как бы что-то есть такое интересное. Раскрывается? Раскрывается, да. Но это нужно ждать и не очень сильно хмель. Ну, бомбы здесь хмелевой нет. Третий вариант, это номер один. Ну, пахнет он, ну, он пахнет. Он пахнет, у него солодовая часть, очень такая интересная, ароматная. Потому что в засыпи очень много, видимо, карамельных сортов. Поэтому пахнет такой карамелькой. И такой хмель, ну, если честно, не знаю, что это за хмель. Мы такой не используем. У нас такого профиля хмелевого никогда нет. То есть, именно такого запаха у нас никогда нет. Поэтому, ну, я бы сказал, что да, это родрама и как бы на первом месте. Пен до сих пор стоит, кстати, хочу от себя заметить. Ну, не, я могу эти как бы взболтать. Мне кажется, не взболтаешь. Вот так же делаю, но как бы тут вот что-то в серединке появилось. Тут даже вообще, ну, хотя нет тоже. Намерки какие-то, да? Есть, да, а здесь как бы все. Ну, давай, вскрываем карты. Хочу заметить, что сегодня необычная дегустация слепая. Потому что это отчасти пранк, Саш, над тобой. Ну. Возможно, это вообще не дипа были. Ну. Все они. Ладно, шучу. На самом деле, хотел проверить я твою стрессоустойчивость и твой дар дегустатора. И ты справился с этим заданием на отлично, на мой взгляд. Ну, давай. Потому что, во-первых, я сейчас, вопреки, там, третье, второе, первое место, мы сделаем по-другому. Я начну с первого места. И его ты угадал. Угадал. Гремлю бутылками так. На 100%. Конечно же, да. Ну, на самом деле, трудно переплыть, потому что я его стараюсь пить, ну, достаточно часто, как только где-нибудь попадается он. Ну, а что, мне нравится этот разговор? Стараюсь пить. Ну, потому что это мой любимый напиток, сваренный в России. Вот, поэтому я его не могу не узнать. Хорошо. Второе место. Просто, ну, ты ничего не сказал, ни что за пивоварня, возможно, не... Так, Синя, что за пивоварня, что за... Второе место. Третье. Второе? Нет, не... Я не исключаю, что ты просто не пробовал это пиво, поэтому, может быть, это пальцем в небо. Я не припомню, чтобы ты говорил о том, что пробовал вообще что-либо от пивоварни, хотя она довольно-таки известна. Ну, это российская пивоварня? Да. Ну, я бы сказал, что это иноземный крафт, потому что... Это российская пивоварня. В нем такой баланс, и он, как бы, не выпячивается, но баланс... Ну, как американцы любят варить. Да, но именно баланс губит нормальную дипу, в которой должна быть бомба по умолчанию. То есть ты открыл, и тебе прям сразу... поскольку упа, она ароматная, она горькая, и она такая... такая, фуновкусная, грубо говоря, да? Когда ты откроешь дипу, она вдвойне должна быть ароматной, горькой, вкусной. Это, как бы, да. Соответствует твоему представлению о доболе-море. Это... это, я бы сказал, вот такой Red L. Ну, хмель, причем хмель, в котором раскрывается, когда она немножко согреется, постоит. То есть если вы выпьете уже половину бокала, вторая половина бокала, конечно, гораздо приятнее пьешься, чем первую половину. Итак, вторая... не будем таить интригу. Вторая бутылочка была... это Hartley. Ну, второе место твое. Теперь, что-то можно есть добавить, что к тому, что сказал? В общем, совсем согласен, да? На подпятны уйти не будем. То есть, ну, ближе, наверное, к красному элю, и не столь бомбически, как хотелось бы, да, от этого напитка. Но, хотим оговориться, это мнение лично проекта Первая варка пиварни Биарбрю. И даже не все ее половины, не полна, а только одной половины. Возможно, да. Ну, и третья, а в третья, это был подвох, это даже не пиво, это был лимонад, дюшес. Нет. Да, ладно. В общем, просто, мне на дегустации понравился вариант про то, чтобы во все дегустации запихивать волковское пиво, и потом, как о нем красиво рассказывают. Это не дипа, и ты угадал, по крайней мере, в перечислении сибирской королеве звучал, и ты ее угадал. И я от тобой горжусь, ты молодец. Что еще могу сказать? К сожалению, ты начинался выпить три дипа, а выпил два. Что, слишком много пил, вот это очень большой недостаток. Но зато лучше угадываю. Это были Саша Гендальф и Гоша Гребс, проект Первая Варка, пивоарни Биарбрю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите в комментариях, чего бы вы хотели увидеть еще. Что у нас еще есть? Больше, больше какой-то такой... Контакт. Больше какого-то фейсбук, инстаграм. Всюду мы есть, хэштег Биарбрю вот здесь вот написано будет. Если вам неинтересно, не стесняйтесь, как бы вступайте в диалог, мы открыли общение. И пишите, нам неинтересно, потому что... Потому. И мы скажем, почему вы не правы. Всем пока, пейте вкусные в меру. Пока. Пейте вкусные в меру.